Обычно с календаря событий. Сегодня у нас один отчет. Это традиционные по четвергам заявки на пособие безработицы. Больше сегодня статистики нет. В целом, эта неделя такая вялая по календарю событий. Я думаю, вы уже сами это отметили. Видите, что очень мало новостей. Поэтому на этой неделе мы с вами больше говорим не о новостях, о динамике долгового рынка, потому что рынок облигаций. Это очень важный индикатор. И, соответственно, там у нас появляются интересные сигналы, которые мы также учитываем при прогнозировании валютных курсов. И начинаем мы с вами разговор о евро-доллар. Вчера говорили о том, что пара пойдет вверх. И называли причины. Пара пошла вверх. И сейчас достигла она максимума в предыдущий час 1.1177. Сейчас склировка 1.1164. Что у нас здесь дальше может быть? На мой взгляд, тенденция к росту продолжится, потому что, в принципе, пара еще не достигла средней границы по боллинжеру на дневном графике, о котором мы вчера говорили. То есть цель еще не достигнута, поэтому она по-прежнему актуальна. 1.1202 сейчас это отметка. То есть на 40 пунктов выше от текущего уровня. На мой взгляд, сейчас может быть небольшое снижение евро. У нас средняя по боллинжеру на часовиках 1.1177, а нижняя на часовках по боллинжеру 1.1134. И на мой взгляд, сейчас пара снизится к средней границе. Я думаю, что к нижней она не пойдет. А вот к средней она снизится, протестирует, и после этого пойдет дальше вверх, как раз вот в эту самую область 1.1202. Почему может быть снижение? Потому что сейчас наблюдается коррекция по рынку комплигаций. Спортгермы США корректируются на текущем графике. Это линия синего цвета. Здесь представлена вот динамика с начала этой недели на графике. И, соответственно, пара, поскольку у нас подскочила вверх вчера-сегодня, то назревает коррекция и снижение котировок. На мой взгляд, это будет именно коррекцией такой небольшой умеренной снижения котировок. Потому что сейчас падают фондовые рынки. Торги в Европе снижением открылись. Вчера падали рынки и в Америке. И в Азии сегодня разноправленный динамик. Творост упал. В Европе сейчас все в красном цвете. И получается, есть отток капитала с рисковых активов. И, соответственно, капиталы уходят из акции. Капиталы приходят в безопасные активы. Это что у нас? Евро, золото, японка, и иена. И вот эти все три инструмента сегодня дорожают. Поэтому здесь и получается, что сейчас коррекция. И после этого новый рост котировок. Поэтому я думаю, что надо открывать позиции на покупку. Если вы без позиции на 1.1157. Если вы в позициях, то держим эти позиции до 12.02. И если смотреть по теханализу, то здесь тоже пример такая же картинка. Поскольку сегодня у нас в предыдущем часе RCI очень сильно забрался вверх на часовках. То есть сейчас вышел вниз. Коррекция. При этом ADX на часовках 48.3. Тренд. Причем очень хороший тренд. На 4-х часовках ADX тоже трендовый. Значение 30, выше 30. И по RCI никакой нету перегуб. Нет ни дивергенции, ничего. И на дневном графике 19 ADX, 51 RCI. На недельках у нас ADX тоже в тренде 37.7. То есть все показывает, что рост котировок будет продолжен. Поэтому тут получается, что теханализ также показывает рост котировок. И соответственно сейчас небольшая коррекция. Некоторое время пара может снизиться пунктов на 5, на 15. И после этого я думаю будет новый рост котировок. Поэтому сегодня я думаю рост будет продолжаться. И пара пойдет на тестирование вот этой самой средней границы по Bollinger на дневном графике 1.12.02. Дальше уже надо будет смотреть, как будет взят этот уровень. Если будет уверенно закрытие выше, и на рынке облигаций все более-менее будет стабильно, то тогда пара двигает уже к верхней границе. Это 1.12.85. Либо пара может протестировать 12.02, и после этого опять уйти там на текущий уровень 1.11.62. То есть здесь вот надо смотреть за этой отметкой, будет ли закрытие дня или не будет. То есть пока вот это сильная область сопротивления. Там фиксируемся и после этого наблюдаем, как рынок себя будет дальше вести. Так, поступили вопросы. Бренд будет снижаться на скрещении запасов. Сергей, я бы даю вас вопрос. Ответ чуть позже. Сейчас поговорим об основных валютных парах. И после этого, то, что у нас время будет, поговорим и о брендах обязательно. Почему при доходности по облигациям, по доллару больше всех, так, относительно фунта евро и предназначительных колебаний, спредов, выгладить, что капитал идет в другие валюты? Так, имеется в виду, наверное, олег, я так понимаю, доходность по облигациям, имеется в виду именно в процентах, если я вас правильно понимаю. То есть в Америке там чуть более 2%, это самый высокий уровень, и действительно, вы совершенно правы. Но здесь, смотрите, здесь речь идет о том, что, во-первых, есть два показателя, как сравнивают доходности. Первый показатель – это сравнивают спреды непосредственно, где какие спреды меняются, и, соответственно, туда капиталы идут. Потому что у нас, помимо того, что есть долгосрочные тенденции, долгосрочные инвесторы, которые как раз и смотрят не просто на уровень доходности, там, в Америке 2%, а, допустим, там, в Германии 0,25%, значит, вроде как в Америке все очень здорово, и надо идти туда. Это подходит для долгосрочных инвесторов, которые сравнивают доходности с уровнем инфляции. То есть, инфляция в Германии намного выше доходности, соответственно, там заработка нет реального. В Америке, наоборот, доходность сейчас выше инфляции, заработок есть. Это для долгосрочных таких тенденций. Мы же говорим о тенденции внутри дня сейчас, то есть, когда мы говорим о текущих спредах, именно говорим о внутри дня, что вот прямо сейчас. И сейчас получится то, что есть краткосрочные тенденции, и такие краткосрочные инвесторы, трейдеры, спекулянты, они как раз и высчитывают разницу. Где, куда изменилось, туда они зашли сегодня утром, вечером они вышли. И вот такие вот движения, как раз они нам интересны, поскольку мы говорим о тенденции внутри дня. Поэтому, если мы будем говорить о более таких долгосрочных тенденциях, там уже другая ситуация. О краткосрочных тенденциях, вот как раз все смотрят на спреды, и по этим спредам движение приходит. То есть, капитал каждый день куда-то ходит, утром пришел туда, днем ушел в другое место, вечером он еще куда-то зашел. И вот так вот спекулятивный капитал гоняется. Вот лично, например, пары фунт-доллара, которые вчера говорили, что ситуация такая опасная. И дивергенции показывают вверх, и DX трендовый вниз. Лучше пока переждать. И ситуация развернулась и поменялась в этой валютной паре вчера. И вот такой яркий пример спекулятивных потоков, что они несколько часов в одном месте приходят, а потом они уходят в другое место. Мы помним, что рынок вроде как напугался на этой неделе во вторник. Заявление РНИ, это глава Банка Англии, что там время повышения ставок еще не пришло, фунт упал, и все вроде неприятно. И вчера была совершенно обратная, скажем так, другая реакция. Вчера выступал его помощник, главный экономист Банка Англии, Холдинг, который заявил о том, что надо, наоборот, ставки повышать, и вот надо повышать их через несколько месяцев, иначе инфляция будет очень высокая, это риски для экономики и так далее, и тому подобное. То есть один бомочит одно, другой другое, и в итоге, что мы видим, мы видим, что вроде как все испугались, фунт продали, теперь якобы все обрадовались, фунт купи. Ситуация такая комичная, смешная, но вот так вот рынок живет, что поделать. И сейчас уже вроде какая-то эйфория, что вроде, а вдруг ставки повысят. Хотя еще во вторник сразу же там все разговоры нет, ставок повышать не будут, никто, время не пришло, Карни сказал, что в другой паре поступило, и сразу же время не пришло, инфляция высокая, то есть как-то вот за ночь все изменилось. И вот он, капитал туда-сюда бегает, и получается во вторник капитал ушел из британских активов, сейчас он обратно возвращается, доходности подросли, доходности подросли, это уже поинтереснее стало, и вот такой вот какосрочный капитал, он туда-сюда и бегает. И здесь по этой валютной паре сейчас вот такого прям яркого выраженного сигнала, как по евро-доллар сейчас нет, потому что если смотреть, допустим, на сет для Кабаритания США, то он с одной стороны вчера скачил вверх вот на графике этой линии синего цвета, но при этом все равно он еще стоит ниже, чем уровни начала недели, то есть пока еще так сильно не вырос. Поэтому здесь может быть сигнал на покупку в том случае, если любая часовая свечка закроется выше вчерашнего максимума, то есть 1.27, тогда закрытие на 3 пункта до размера спреда хотя бы 27.12, тогда уже может быть импульс, и тогда уже пара может подрасти как раз к 1.27.57, это максимум 20-го числа, то есть тот самый день, когда Карни заявил, что время повышения ставок не пришло, и с того уровня фунт упал, и вот фунт может вернуться на тот уровень, будет импульс. Таким образом, вот здесь будет сигнал на Кубку. Если же смотреть, допустим, если сейчас сигнал на продажу, то их в принципе нет, потому что ADX на всех таймфреймах, он у нас вялый, сильно трендовый с ней показывает, и здесь получается тоже тенденция такая флетовая, поэтому здесь, с одной стороны, можно рассчитывать на продолжение роста, но в том случае, если закрытие часа будет выше, чем вчерашний максимум, 1.27.09 плюс 3 пункта на размер спреда. Пока же от текущих уровней непонятно, куда может фунт пойти, может и вверх, и вниз, поэтому вот вчерашний максимум, это такая область по пробою которой можно будет сделать вывод о том, что покупки могут продолжиться. Вот в паре, допустим, доллара, японская иена, здесь ситуация более такая понятная, что у нас творится в этой валютной паре. Она у нас снижается, вчера снижалась, потом откорректировалась, потом опять снижалась, и сегодня у нас минимум 110.9. И вчера мы также говорили о средней по Боллинжеру на дневном графике, и сейчас это отметка 110.69. Мы туда пока еще не дошли, поэтому я думаю, туда будет снижение, будет тестирование этой области, и там такая же картинка, как и в евро-доллар. Если пробои отметки, значит дальше падаем. Если просто протестировали, катились вверх, надо будет дальше смотреть. Поэтому 110.69, там лучше позакрываться и наблюдать за рынком, что дальше будет. Почему пара будет снижаться? Здесь на дневном графике EDX и RSI не показывают интересных сигналов, а вот на часовом графике сигнал хороший, EDX выше 40, и здесь получается хороший тренд, такой краткосрочный, чтобы как раз пара скрыть на 110.69. На рынке облигаций СПРС США и Япония падает. Здесь на графике линия синего цвета, причем он падает гораздо быстрее, чем сама пара падает. Поэтому здесь, вот мы видим в правой части графика, такое вот расхождение, и это расхождение должно сократиться рано или поздно, поэтому пара также должна упасть, чтобы приблизиться к линии спреда поближе. Таким образом, получается, что здесь хорошая тенденция такая на продажу. Плюс еще фондовые рынки снижаются сейчас, это тоже сигнал хороший для снижения пары. Плюс золото растет, золото и японская иена, они в одном направлении двигаются, потому что и то, и то является так называемой тихой гаванью для инвесторов, там безопасные активы и так далее, тому подобное. Какие-то только эпитеты не придумывают. Кто-то придумал, что там аппетит к риску какой-то есть, у кого-то аппетит хороший, у кого-то аппетит плохой. Также вот золото обозвали тихой гаванью, японская иена тоже там тихая гавань. Ну и вот эти тихие гавани, они сейчас подрастают, и такая вот синхронная тенденция. Когда это синхронная, значит торги проходят в больших объемах, то есть капитал идет, и идет такой вот на больших оборотах. Когда что-то одно растет, что другое падает, тут, значит, больших оборотов нет. Это я уже просто сам замечал для себя по прошлому опыту, когда вот такая синхронная тенденция, то тенденция она очень такая сильная. Сейчас как раз наблюдаются именно синхронные тенденции, и доллар-иена вниз, и золото вверх, и здесь получается тенденция будет продолжаться, и я думаю, что тестирование 110.69, оно будет в самое-самое ближайшее время. Поэтому здесь задаваем позиции на продажу, и можно открывать позиции вот на уровне 111.05 и 111.40, и цели 110.69. Если вы вчера в позициях, вчера позиции открыли, и пока ничего не делали, то позиции просто держим и фиксируемся на 110.69. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. У нас еще есть немного времени, я на них с вами отвечу. Также небольшой анонс хотелось бы сделать сегодня. У нас будет еще один вебинар с вами. В 18.00 по Москве поговорим о российском рубле, поговорим о российской экономике. В целом, не только про рубль, что может быть с рублем, но и в целом про экономику, что можно ожидать по кредитам, в ближайшее время, какие будут ставки по кредитам в российских банках, потому что многие кредиты берут, многие вклады открывают. Поговорим об этом тоже немного. Какие ставки по вкладам могут быть в ближайшее время, высокие, низкие. Поговорим о рубле, что у нас будет с долларом, будет ли 100 или будет 200, или будет 55 в ближайшее время. То есть вот обо всех этих вопросах мы сегодня поговорим в 18.00 по московскому времени на вебинаре по российской валюте. И также завтра к обычным 10.30 вебинарам ежедневный обзор. Что касается по нефти, тогда отвечу сразу же и по нефти, и по золоту. По золоту уровень средний по более журнодневном графике по-прежнему актуальный. Потихонечку золото к нему идет. Это 1264,5. Сейчас котировка 1252,5. Я думаю, что золото туда потихонечку пойдет. То есть золото смотрю вверх. По нефти здесь тоже с одной стороны получается картинка может быть хорошая, но при этом нефть очень сильно падает. И все это падение происходит на том, что у нас на часовках, трех часовках ADX Flat и таким образом у нас здесь получается, что падение долгое такое не будет продолжаться, будет откат вверх. Вчера новости по Америке были, запасы сократились, новости были хорошие, но при этом реакция была такая очень маленькая. Прямо вот на новостях реакция прошла. Буквально там 15 минут нефть сходила вверх и дальше упала вниз. Если вот сравнивать по степени силы сигнала, что, допустим, выбрать между золотом, традиционным, и черным золотом, нефтью, то самая такая сильная тенденция в золоте. В обычном золоте золото подвяжется вверх, вот нефть пока тут ситуация такая запутанная. Поэтому сигналы есть, но они такие не совсем сильные, такие средние, что нефть будет расти. Но если выбирать более сильные сигналы, то лучше тогда посмотреть на золото, там более такая сильная тенденция. Что касается, Игорь, вашего вопроса по построению графика спреда, тут, в принципе, семинар не нужен, потому что семинар это у нас событие такое часовое, можно сказать. А тут делов буквально две минуты, и нам, тогда у нас 58 минут останется, нам делать будет нечего с вами. Здесь ничего сложного нет, просто берете доходности, и одно из другой вычитаете, и получаете разницу или спред. То есть, если вы смотрите пару евро-доллар, берете доходность десятилетней Германии, вы читаете доходность десятилетней США, получили такое значение сейчас, допустим, в 10.49 по Москве, посмотрите, что будет через час, через два, или посмотрите, что было утром, что было вечером, вот, то есть, зависит все от того, как вы торгуете. Если вы торгуете внутри дня, конечно, вам надо смотреть, но если не каждый час, то хотя бы через час, что там происходит. Если вы торгуете, допустим, один-два дня, с таким горизонтом, открыли позицию, держите ее один-два-три дня, то можете смотреть просто утром и вечером. Я вот сам для себя делаю, как я, смотрю утром, допустим, в 10 часов открывается Лондон, зафиксировал себе в Excel значение по спредам, потом смотрю в 15 часов, когда Америка открывается, то есть, что изменилось к открытию Америки, так же себе зафиксировал, и потом уже под закрытие Лондона в 18 часов так же фиксирую, и вот смотрю, как все, что изменилось в течение дня. И вот так вот делаю каждый день, и смотрю, где расхождение, и вот на этих расхождениях торгую. И больше, в принципе, я не делаю, я каждый час не смотрю, там каждую минуту. Я считаю, что это, в принципе, не нужно, потому что есть два основных рынка на Форексе, это Лондон и Нью-Йорк. И даже в первой степени, в большей степени это Лондон, а Нью-Йорк там отстает в два с лишним раза. То есть, примерно 43% всей торговли в Лондоне делается на Форексе, и там 20,5% в Нью-Йорке. Поэтому Нью-Йорк тоже смотреть надо, и я вот смотрю открытие. Но в большей степени я именно все привязываю к Лондону. Доходности облигаций, они показываются, и некоторые почти круглосуточно облигации торгуются. там с небольшим перерывом. Но я вот все подряд прям не смотрю. Достаточно лондонской сессии, потому что именно в лондонскую сессию тут и тренды все формируются. Бывает, конечно, и без лондонской сессии тренды начинаются, но это редко. В основном именно Лондон формирует тренды. Именно в эту сессию. Поэтому я вот смотрю. Сессия открылась, вон, она закрылась, и вот сравниваю, что произошло. Поэтому тут ничего сложного нет. Берете также пару фунтов, доход 10-летней облигации Великобритании минус доход 10-летних бумаг США. Там доллар, иена значит 10-летний США минус 10-летний Япония. Посмотрели утром, посмотрели вечером, сегодня, вчера, что было. И там видите, какая-то тенденция есть. Допустим, вчера сегодня растет. Допустим, вот спред США и Японии вчера сегодня снижается. Снижается это сигнал на снижение доллара, иена, она также у нас снижается. Вчера вот хорошо рос и позавчера спред Германии США. Вчера мы получили хороший сигнал на рост. Сейчас спред корректируется. Опять также смотрим, допустим, вот открылась сессия сейчас в 10 часов в Лондоне, спред подкорректировался. Это не значит, что прям сразу резкий разворот, но мы просто держим это в уме. 15 часов, когда открылась Нью-Йорк, американская сессия, спред максимально, все стабильно, значит, хороший сигнал дальше. То есть, вот три такие точки ключевые я для себя определил и вот я их использую. Это сейчас в текущее летнее время 10 часов, 15 часов и 18 часов ровно и вот в это время я все фиксирую. Вот такая тенденция. Штатец, Егор, ваш вопрос по Новозеландцу и Канадцу. Вы знаете, по Новозеландцу обещал посмотреть вчера и, честно говоря, забыл, приношу за извинение, с головой вылетело. Сейчас себе помечу и завтра обязательно посмотрю, потому что вчера пообещали и забыл. Что касается канадского доллара, то есть доллар американский, доллар канадский, то здесь пока, на мой взгляд, тенденция не изменилась, тенденция вниз, пока такой коррекционный небольшой рост. я думаю, что пара в ближайшее время будет тестировать минимум 14 июня 1,3163, после этого пойдет на 1,340 в области психологического уровня. И я думаю, что это очень скоро начнется. Связываю с двумя причинами, с движением вверх по нефти и плюс с падением в целом доллара, потому что индекс доллара все равно снижается. И доллар снижается к евро потихонечку, к японской иене. И я думаю, что эта тенденция будет продолжаться. Поэтому сейчас пока вот такое коррекционное движение вверх по этой валютной паре, потому что она сильно падала. Она была в апреле 1,3792 и вот на прошлой неделе было минимум 1,3. То есть получается падение на 600 с лишним пунктов, поэтому сейчас вот такая коррекция на 100-ти пунктов вверх. Коррекция такая небольшая на фоне вот этого 600-пунктового падения, поэтому я думаю, что она скоро закончится в самое-самое ближайшее время и начнется новое снижение. А Новозеландец тогда завтра посмотрю и скажу свое мнение, что по Новозеландцу. Какая разница должна быть по спретам, чтобы входить в рынок в процентах? Смотрите, Олег, здесь не столько нас интересует разница там, допустим, 5, 10, 20 процентов. Нас интересует динамика. Динамика какая? Допустим, вчера спрет рос, сегодня спрет растет, сигнал хороший. Вчера спрет падал, сегодня падает, сигнал хороший. Допустим, вчера он изменился на 5 пунктов, вчера вырос на 5 пунктов, сегодня упал на 3 пункта. Это хорошая динамика, то есть, это смешанная динамика. Поэтому интересует именно динамик, чтобы даже если по чуть-чуть, но чтобы росло, 2-3 дня, или там по чуть-чуть, но падало. И, конечно, если больше, допустим, такой хороший рост в процентах, то это еще здорово. Поэтому здесь смотрите за динамикой, чтобы 2 дня был рост, или там 2 дня падения, или, допустим, больше, там, 3 дня, 4 дня, 5 дней, то есть, чем больше, тем лучше, конечно. А именно в процентах здесь не столь важно для внутреннего дня, потому что внутреннего дня, я уже говорил, с утра зашли капиталы большие в один инструмент, потом они к Нью-Йорку в 15 часов вышли из него, то есть, здесь достаточно именно хорошие знамики, чтобы вчера и сегодня что-то росло, или вчера и сегодня что-то падало. Вот такая тенденция. Уважаемые коллеги, также еще небольшое одно объявление. Специально для слушателей гаров компании FreshForex у нас на следующей неделе предлагает специальный бонус 50 долларов к вашему пополнению. Этот бонус осуществляется в графу кредита на вашем счете и предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличении торговых оборотов. То есть, это настоящие деньги и для того, чтобы получить эти 50 долларов, необходимо выполнить всего лишь три действия. Первое, это быть клиентом компании FreshForex и в период действия акции пополнить счет на сумму от 200 долларов, то есть, акции действуют на этой следующей неделе и после этого отправить заявку в профессиональный менеджер, где назвать свою ключевую фразу 50 долларов от Александра Горячего и данный бонус будет вам зачислен на торговый счет. Как высчитывать спред, я повторю еще раз очень коротко, берем, допустим, если мы смотрим пару евро-доллар, то интересуют облигации 10-летняя Германия, доходность их и 10-летняя доходность облигаций США. Из одной доходности, допустим, Германия 0.25, мы вычитаем доходность США 2%, получаем минус 1.75. Вот такая тенденция на сейчас, допустим. Условно, на 10.57 по Москве. Смотрим, что будет 15 часов по московскому времени, когда открывается американская сессия. Допустим, стало минус 1.75.5. То есть, значит, спред этот вырос. Потом смотрим, что будет в лондонскую сессию, когда она уже закрывается. 18 часов спред как-то меняется. Если доходности американских бумаг снижаются по отношению к немецким, то есть, немецкие растут быстрее, то есть, обычно как? Обычно доходности и те, и те, они одинаковые растут и падают, за редким исключением. То есть, допустим, сейчас растут и немецкие доходности, и американские. Просто кто-то из них растет быстрее. Либо немецкие, либо американские. Вот тот, кто быстрее растет, тот и будет расти по валюте. Если быстрее немецкие, значит, значит, евро будет расти, быстрее американские, значит, американский доллар. То есть, очень редко бывает так, чтобы, допустим, одна доходность вверх, другая вниз, такое тоже бывает, но редко. В основном, они и растут одновременно, Германия, США, Ликобритания, США, и падают одновременно то же самое. Просто кто-то из них растет быстрее, кто-то из них падает быстрее. И вот эта разница, кто же будет быстрее расти, кто быстрее падает, она как раз нам и интересна, и вот на этой разнице, и можно торговать, анализировать дальше. Так, что касается, Елена, вопроса по российской валюты, то обязательно передам Ваше пожелание по рублю. Я, честно говоря, такой информации не обладаю, пока ничего не слышал. И Ваше пожелание тогда передам, и, если что будет известно, то также сделаю анонс на вебинаре. Уважаемые коллеги, завершаем вебинар, благодарю всех за внимание, желаю всем успехов в торговле, и сегодня вебинар у нас еще восстанавливается по российскому рублю. Закрытие Лондона я лично игры не смотрю, вы можете смотреть, то есть мой метод, он не вот что прям универсальный, то есть я просто для себя поделил такой метод, в 10 часов, в 15 часов, в 18 часов, в 3 раза в день я фиксирую спрейды. А вы можете и смотреть после, можете не смотреть. Я просто вот использую уже несколько лет, и пока методика в целом работает хорошо, поэтому я остановился вот именно на таких трех точках. А вы можете и подкорректировать, то есть почему нет, то есть посмотрите, может быть вы найдете другую точку, и как какую-нибудь такую точку, где тоже надо засчитать спрейды, то есть посмотреть, рассчитать, и может быть тоже будет что-то интересное, и также можете с нами поделиться. Поэтому я вот пока был такой формат, но всегда можно что-то внести, какие-то изменения. Поэтому смотрите, экспериментируете, может быть что-то найдете для себя еще вот такое более интересное. То есть вот такой образец я использую, вы также можете либо его взять, либо что-то добавить на ваше личное усмотрение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok